Северная Корея – одна из самых закрытых стран мира, в которой уже более 70 лет правит династией Кимов. В стране подавляется свобода слова, свобода прессы, а также подавляется любое инакомыслие со стороны граждан. С 2011 года и по наши дни в стране правит внук первого руководителя страны Ким Чен Ын. Ким Чен Ын, пожалуй, один из самых загадочных правителей нашего времени. Об этой выдающейся личности ходит много слухов. Его называют кровавым диктатором, который несёт в себе угрозу для всего мира. Родился он в Пхеньяне. Официальной датой его рождения считается 8 января 1982 года. Однако в 2009 году Япония отмечала, что эта дата была впервые официально объявлена в июне 2009. А по ранее полученной информации Ким Чен Ын должен быть на год младше. Предположительно, что год рождения был изменён ради совмещения юбилейных дат. Ким Чен Ына с юбилеями его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, родившихся в 1912 и в 1942 году соответственно. Ким Чен Ын – третий сын Ким Чен Ира, сына и наследника первого вождя КНДР Ким Ир Сена. Мать Ким Чен Ына – бывшая балерина Ко Йон Хи, третья жена Ким Чен Ира. Высшее образование получил в военном университете имени Ким Ир Сена. Тема его дипломной работы – компьютерное моделирование для уточнения тактических карт с помощью глобальной навигационной системы. В 2006 году в прессе появилось сообщение о том, что руководящим работникам Трудовой партии Кореи были розданы значки с портретами Ким Чен Ына. Что стало поводом для разговоров о том, что именно Ким Чен Ын будет преемником своего отца на посту руководителя КНДР. В январе 2009 года газета «Труд» сообщила, что Ким Чен Ыр издал личную директиву руководителям Трудовой партии Кореи, где назвал Ким Чен Ына своим преемником, что позже подтвердили и спецслужбы Южной Кореи. 26-летнему Ким Чен Ыну в 2008 году пхеньяне начали строить отдельную резиденцию. Кроме того, реальное назначение Ким Чен Ына преемником состоялось не в начале 2009 года, как считалось ранее, а в январе 2007-го. Об этом ссылкой на высокопоставленный источник в КНДР сообщила базирующаяся в Сеуле открытая радио Северной Кореи. В апреле 2009 года южнокорейское агентство новостей «Йонхап» сообщило, что Ким стал членом Совета национальной обороны КНДР. В январе 2010 года новостные агентства с ссылкой на южнокорейское издание «Дейли НК» сообщили, что правительство КНДР объявило 8 января день рождения Ким Чен Ына национальным праздником в КНДР. Это может рассматриваться как еще одно подтверждение готовившейся передачи власти в КНДР от Ким Чен Ыра к сыну. В марте 2010 года в блоге корееведа Андрея Ланькова появилось подтверждение назначения Ким Чен Ына официальным преемником Ким Чен Ыра. Ким Чен Ыр скончался 17 декабря 2011 года от сердечного приступа, но объявлено об этом было спустя два дня. 24 декабря в центральном печатном органе ТПК Ким Чен Ын впервые был назван Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии. Мы клянемся кровавыми слезами называть Ким Чен Ына нашим Верховным Главнокомандующим, нашим лидером. Позднее, в ночь на 31 декабря, Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи официально назначило его Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Страны. 26 декабря сообщили, что Ким Чен Ын утвержден в должности председателя Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи. Сразу после того, как он стал руководителем КНДР, многие сравнивали его с Михаилом Горбачёвым. По источнику BBC изначально предполагалось, что правление страной Ким Чен Ын разделит с дядей Чан Сон Хэком, позднее в декабре 2013 года казнённым по обвинению в государственной измене. 15 апреля 2012 года во время военного парада, посвящённому столетию рождения Ким Ир Сена, Ким Чен Ын впервые выступал на публике. В период его нахождения во главе страны к концу 2012 года КНДР вошла в Клуб Космических Держав, опередив Южную Корею, при этом нарушив две резолюции Совета Безопасности ООН, соответственно от 2006 и 2009 годов, вызвав тем самым сплеск негодование со стороны международного сообщества. В феврале 2013 года КНДР успешно провела третье в своей истории ядерные испытания. Результатом действий Ким Чен Ын и других руководителей КНДР, проигнорировавших резолюции Совета Безопасности ООН, стала весьма негативной реакцией последних. Они ужесточили санкции против Северной Кореи. В ответ на это со стороны лидера Северной Кореи последовали угрозы о возможном превентивном ядерном ударе по Соединённым Штатам. Вскоре после инцидента 8 марта 2013 года руководство КНДР аннулировало договор о ненападении с Южной Кореей, подписанный в 1953 году, после окончания Корейской войны. В то же время на 7 съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын отметил, что ядерное оружие будет применяться только в качестве средства обороны. Резюмируя итоги деятельности Ким Чен Ына по реализации ядерной программы, 11 января 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и агентов заявил. Я думаю, что господин Ким Чен Ын безусловно свою партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу, у него есть ядерный заряд. Есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара. Он грамотный и абсолютно зрелый политик. По мнению Путина, лидер КНДР, добившись поставленной цели, теперь заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. И на этом пути ему надо исходить из реалий, действовать крайне аккуратно, и если ставить перед собой трудно решаемую задачу по динуклеаризации корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры. С 25 по 28 марта 2018 года совершил свою первую зарубежную поездку. Ким Чен Ын вместе со своей супругой прибыл с неофициальным визитом в Пекин, где встретился с представителем КНР Си Цзиньпином. 7-8 мая Ким Чен Ын второй раз посетил Китай, вновь состоялась его встреча с Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию на корейском полуострове и двухсторонние отношения. 19-20 июня состояла третья встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином, на которой Ким Чен Ын назвал генерального секретаря Компартии Китая великим руководителем. Си Цзиньпин же заявил, что Пекин намерен оказывать Пхеньяну поддержку вне зависимости от ситуации в регионе и мире. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 27-28 февраля 2019 года в Ханое. Трамп на переговорах настаивал на полной денуклеаризации корейского полуострова, однако руководитель КНДР не согласился на подобное. 25 апреля 2019 года состоялся визит Ким Чен Ына в Россию, где он встретился во Владивостоке с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры более двух часов общались в закрытом от пресса режиме, при этом Путин назвал встречу достаточно обстоятельной, а Ким – содержательной. Переговоры завершились без каких-либо договоренностей. Вскоре после прихода Ким Чен Ына власти в стране началось проведение экономических реформ, аналогичных китайской политике реформ и открытости. Отношение государства к частному бизнесу стало более лояльным. Также была создана сеть специальных экономических зон с целью привлечения иностранных инвестиций. Одной из первых была проведена аграрная реформа. Она заключалась в переходе к звеньевому подряду. Одна семья или две живущие рядом получали возможность создать подряд, именуемым «малым звеном». Этому звену предоставляется земля для обработки, причем значительная часть полученного урожая остается самому звену. До этого крестьяне работали, получая в качестве оплаты фиксированные пайки. Реформа привела к прорыву в сельском хозяйстве. Уже в первый год ее осуществления был получен рекордный урожай зерновых. В промышленности государственные предприятия были фактически переведены на хозрасчет, получили значительную самостоятельность и стали строить между собой отношения на рыночной основе. Проведение реформ способствовало быстрому росту частных предприятий и уровня жизни населения. В КНДР активизировался процесс распространения информационных технологий. В 2014 году из Китая импортировано смартфонов и обычных мобильных телефонов на 82 миллиона долларов. Вдвое больше, чем в 2013 году. В 2013 году в рамках комплекса экономических мер социалистическая система корпоративного ответственного управления была увеличена автономия предприятий, а в сельском хозяйстве была внедрена система ответственности за садоводством, увеличившая урожай в некоторых колхозах. Северокорейские СМИ описывали экономику как гибкую коллективистскую систему, где предприятия применяли активные и эволюционные действия для достижения экономического развития. Эти отчеты отражают общую экономическую политику Ким Чен Ына по реформированию управления, увеличению автономии и созданию стимулов для экономических субъектов, воплощенную в так называемых реформах 30 мая, целью которых также является обеспечение населения товарами северокорейского производства, внедрение оборонных инноваций в гражданском секторе и активизация международной торговли. По словам Чон Сунжана из Института Си-Джона, Ким Чен Ын проявляет более заметный интерес к благосостоянию своего народа и взаимодействует с ним больше, чем его отец. В конце января 2013 года КНДР объявила о намерении провести третье по счёту ядерные испытания. 12 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи официально объявило об успешном ядерном испытании, что привело к корейскому кризису. 10 декабря 2015 года Ким Чен Ын заявил о наличии у КНДР водородной бомбы. В 2016 и 2017 годах КНДР провела ещё три успешных испытания ядерного оружия. В апреле 2018 года Ким Чен Ын заявил о прекращении ядерных испытаний и испытании баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а также о закрытии ядерного полигона. По его словам, КНДР собирается сохранить свой ядерный потенциал. В мае 2017 года правительство Северной Кореи заявило, что ЦРУ и Южно-Корейская национальная разведывательная служба завербовали северокорейского лесоруба, который работал в России, чтобы убить ким Чен Ын на биохимическом оружии, которое было как радиоактивным, так и одновременно ядовитым, и его эффект был бы отсрочен на несколько месяцев. Северная Корея заявила, что будет добиваться экстрадиции любого, кто участвует в покушении. 1 января 2018 года в своей новогодней речи Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с Сеулом. Уже 9 января в городе Пханмунджоми на границе двух стран начались первые прямые переговоры КНДР и Южной Кореи за последние два с половиной года. По их результатам было согласовано участие КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Южнокорейская сторона обратилась за специальным разрешением МОК, которое было выдано, несмотря на несоблюдение сроков подачи заявок на участие. В итоге спортсмены Северной и Южной Кореи на открытии и закрытии Олимпиады прошли под общим флагом корейского полуострова. А также впервые была представлена единая женская хоккейная команда. 9 февраля делегация от КНДР, в которую вошли Ким Ё Джон, сестра Ким Чен Ына и номинальная глава КНДР Ким Ё Нам, прибыла в Республику Корею на открытии Олимпийских игр. В ходе личной встречи с Мун Джи Ином Ким Ё Джон придала письмо от брата с приглашением приехать в Пхеньян. 5 марта в КНДР прибыла делегация из 10 человек, в которую вошли 5 спецпосланников президента Республики Кореи Мун Джи Ина. В Пхеньяне делегация во главе с руководителем Управления национальной безопасности Республики Кореи Чон Ы Ё Нам провела переговоры с Ким Чен Ыном и придала письмо от Мун Джи Ина. В ходе встречи Ким Чен Ын заявил, что намерен начать новую историю объединения Родины. По итогам переговоров стороны договорились о Моратории КНДР на ядерные испытаниях, переговоров между КНДР и США о нормализации двухсторонних отношений и о динуклеаризации Корейского полуострова. Саммити между КНДР и Республикой Кореи в конце апреля, в котором предполагается участие лидеров двух стран. Организации горячей телефонной линии связи между руководителями КНДР и Республики Корея. 9 марта южнокорейская делегация посетила США, где передала письмо Ким Чен Ы на Трампу, в котором лидер Северной Кореи обещает воздержаться от каких-либо дальнейших испытаний ядерного или ракетного оружия. Трамп принял предложение лидера КНДР и выразил желание встретиться с ним ближе к маю. 18 марта южнокорейские и финские источники рассказали CNN, что эксперты и чиновники из США, Южной Кореи и КНДР встретятся в Хельсинки для обсуждения программы ядерного разоружения Северной Кореи. Встреча пройдет в японском посольстве, но точная дата переговоров не сообщается. 29 марта агентство Ренхаб сообщило, что стороны договорились провести саммит в населенном пункте Пханмунджом 27 апреля. 1 апреля в КНДР совершил поездку директор ЦРУ Майк Помпео. Стороны обсудили детали двухсторонней встречи лидеров двух стран. 27 апреля высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Джи Ын встретились у демаркационной линии, разделяющей корейский полуостров. Лидер Северной Кореи стал первым за 65 лет правителем КНДР, вступившим на территорию Южной Кореи. Главы двух государств обменялись рукопожатиями и произнесли приветственные речи, после чего Ким Чен Ын переступил линию и в Доме мира к югу от границы в деревне Пханмунджом начался межкорейский саммит, по результатам которого была подписана совместная декларация. 9 мая госсекретар США Майк Помпео второй раз посетил Пхеньян. 16 мая делегация КНДР отказалась от переговоров с делегацией Южной Кореи и назвала условия, при которых может состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре. Однако Дональд Трамп отреагировал на требования КНДР крайне негативно. 24 мая 2018 года президент США Дональд Трамп отменил запланированную 12 июня в Сингапуре встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, написав письме, адресованном лидеру Северной Кореи, «Я с большим удовольствием и нетерпением ожидал встречи с вами. К сожалению, из-за огромного гнева и открытой враждебности, проявленных в ваших заявлениях в последнее время, я чувствую, что в настоящее время проводить запланированную встречу неуместно». Тем не менее, Ким Чен Ын 10 июня прилетел в Сингапур на встречу с Трампом, который прилетел на остров чуть позже. 12 июня в Сингапуре состоялся саммит, на котором произошла первая встреча лидеров КНДР и президента США. Так как Северная Корея очень закрытая страна, о здоровье ее лидера практически ничего не известно. В августе 2021 года сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ына после его похудения. Наблюдатели посчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6-7 килограммов каждый год и в 2020 году весил уже 140 килограмм. 9 сентября 2021 года сильно похудевший северокорейский лидер появился на военном параде в честь 73-летней годовщины основания КНДР. Южнокорейское агентство с ссылкой на доклад Государственного разведывательного управления Южной Кореи, сделанный в ходе закрытого заседания парламента, сообщает, что Ким Чен Ын сбросил порядка 20 килограмм, но никаких проблем со здоровьем у него не наблюдается. Докладчики также опровергли слухи, что на параде вместо Кима присутствовал его двойник. А на этом всё, всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях следующего диктатора, которого мы разберём, не забывайте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, а также подписывайтесь на канал Монтажёра, ссылка в описании.